Морской субботник на акватории бухты Золотой Рог выявляет проблемы загрязнения моря в самом центре города. Бухта достаточно загрязнена. Наше управление начало свою работу 1 декабря 2015 года. На сегодняшний день нами определены основные источники загрязнения бухты. С этими источниками мы работаем. Это у нас ливневые коллекторы городские, это у нас выпуски городской канализации, это флот, это флот разнообразный военный и обычный торговый флот. По словам сотрудников Росприроднадзора, водоканал Владивостока начал переключать выпуски канализации на очистные сооружения. К концу года часть канализационных стоков уйдет на южные очистные, ведется также переключение на центральную очистную станцию. В субботнике участвуют нефтемусоросборщики, буксиры с боновыми заграждениями. Нефтяную пленку в бухте сначала очищают сорбентами. Хоть мы и не являемся, скажем так, загрязнителем именно поверхностного мусора на акватории бухты Золотой Рог, решили принять активное участие, предоставить и спецсредства, автотранспорт, ну и непосредственно участие наших сотрудников. Сейчас положение дел таково. Акватория оказалась поделенной на участки, где следить за чистотой должно каждое предприятие в отдельности. По договору морские компании могут либо самостоятельно заниматься уборкой отходов производства, либо заключить договор с соответствующей организацией, которая возьмет на себя всю грязную работу. Таких организаций в Владивостоке две. Приморский филиал Росморпорта и компания Экоморе. Однако из-за проблем с финансированием эти организации физически не могут очистить всю акваторию, да и коммерческие компании не спешат обращаться к услугам уборщиков. Самыми главными источниками загрязнения акватории являются не предприятия, а городские отходы и Тихоокеанский флот. Для изменения ситуации необходимо работать с людьми. Они по-прежнему являются основным источником загрязнения. И наша бухта, достопримечательность города никогда не будет чистой, пока в головах не отложится навсегда. Мусорить нельзя.